тут кстати у тебя какая-то глина 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 что за глина это глина из пещеры оптимистическая ты же пользуешься фотоаппаратом в боксе под водой а фотографирующего я пещерный фотограф и и при подводной пещерный фотограф и подводный фотограф друзья всем привет вы смотрите телеканал точка отрыва в эфире программа свои люди сегодня поговорим о дайвинге но не в обычном а о осмысленном я бы сказал это профессиональное художественное занятие под водой это подводное фотографирование все потому что у нас в гостях подводный фотограф виктор лягушкин и ассистент и дайвер и также подводного фотографа богдана вашенко привет ребят привет привет ненавидите вы дайвинг я понимаю почему потому что занимаетесь им уже наверное сколько ну очень долго да ведь ну ты-то ныряешь 19 а в часах всегда интересуют наших зрителей любых людей интерес а сколько вот чтобы циферки ты считал количество подгружения или часов под водой не одну так очень приблизительно это сколько время ты провел на работе много в общем и целом ну то есть сопоставил это твоя вот 20 лет это твоя работа нет моя работа это 9 лет ну хотя до этого тоже работа только другая да да можно так сказать нет ну лет 15 точно не надоело еще бывали моменты когда ты подумал что ну вот уже нанырялся мне очень нравится под водой вообще в принципе мне под водой лучше чем здесь вот если бы совсем туда было бы вообще клёво ты там плаваешь такой в невесомости тебе прикольно а там лед над тобой тихо никто не достает пустыми разговорами до никаких тебе телефонов радио волны туда не добивают то есть фотоаппарат тебя под водой не раздражает нет это как раз занятие но просто плавать как-то тупо значится когда у тебя есть фотоаппарат есть занятия ты можешь там этим заниматься богдан и ты что под водой делаешь чего тебя туда тянет не поняту да не тянет вот если витя тянет а а тебя не тянет или витя тебя туда тянет ну честно говоря просто так плавать смотреть на рыбок мне надоело дайве наверно на двадцатом это давно было до 12 лет назад мой инструктор предложил мне не знаю как ему это пришло в голову вообще предложить человеку с двадцатью дайвами пройти пещерный курс но наверно заметил за мной страсть залезать куда-то откуда нельзя вот он предложил мне научиться и залезать уже куда нельзя но так что было можно к не только ради любопытства и ради еще какой-то цель если эта работа можно ли назвать это бизнесом но я имею ввиду смысле того что работа это то чему ты уделяешь большое количество времени это является заработком это может стать действительно работает то что тебе деньги приносит вот так подходит да да а собственно прокормиться можно ты кормишься а то что то что тебе не приносит деньги это хобби когда подводная фотография стала для тебя работать в 2010 году что-то случилось вообще не так ты понимаешь смотри история такова я всю жизнь работал в журналах да и я всегда снимал для журналов и поэтому я всегда за это получал деньги за фотографии за фотографии нет не за подводную и за подводную тоже за подводную то есть я работал журнале например подводный клуб я работал в журнале дайвтек да были такие журналы про продаю я ездил снимал и получал деньги за эти фотографии за репортажи вот а ушли на вольные хлеба и это стало бизнесом да не просто работой да у которой есть работодатель а бизнесом это стало 2010 году когда мы сделали первый проект вот посвященные ординской пещере и с тех пор мы живем исключительно с проектов которые мы делаем мы можем рассказывать людям о таких вещах про которые мало кто в принципе в мире может рассказать и нам это интересно нам интересно рассказывать людям всякие удивительные истории поэтому этим занимаемся мне кажется что волшебство за которым там дети гоняются и взрослые на самом деле тоже она где-то в тех вещах о которых мы не все знаем как только мы знаем все это волшебство исчезает вот и мы ищем какие-то вот такие моменты в которых это волшебство еще живет бывали случаи когда ну что-то было опасно или подходя к некоторой черте и приходилось выпутываться выкруживать на съемках в основном нет потому что то есть это это чаще всего ситуации связанные с фаном когда человеку кажется когда он развлекается да ему хочется еще больше а еще больше а еще больше а когда ты работаешь у нас же погружение расписываются у нас есть там страхующие осветители супервизоры и значится там много-много-много-много-много да и это дело которое мы делаем мы не плывем с богданой значит а что там еще за поворотом да мы приходим в конкретную точку и делаем там конкретную работу по съемке и там неожиданностей вряд ли можно встретить что-то отказ какого-то оборудования у нас есть определенные протоколы значится по поведению случае отказа такого оборудования или такого оборудования если такая ситуация то мы должны вестись это стандартные дайверские правила это стандартные дайверские правила помноженные на опыт и на на личный опыт да и на личные навыки но при этом все таки мы говорим о подводной фотографии до фотография самое главное значит в угоду цвету цвету объекту фотографирования вы должны команда ваша должна погружаться там где сложно а может быть не очень хотелось бы мочи не очень даже и моглось бы вот как находится на золотая середина что вот этот кадр достоин того чтобы нагнать туда кучу людей подвергнуть их какому-то риску вот как как выбрать если витя говорит что этот кадр достойным мы ему верим слушай а если вдруг витя сойдет с ума и придумают какую-то невероятную как мы это сделаем какое-то время они мне будут верить а потом заподозрят неладное но это уже будет под водой фотограф он то есть я даже не всегда сам снимаю до физически нажимаю на кнопку не всегда это мои идеи да вот я тот человек который говорит так это прикольно мы будем это делать генератор идей нет идеи бывают коллективные когда они там значится как как-то варятся да там бывают богданы да они могут быть самые разные бывают и главный голос если мы говорим о фотографии если мы снимаем фото витя говорит мы это делаем или мы это не делаем откуда приходит эти идеи что это за идеи что должно быть ценным в кадре чтобы ты принял решение и заразил этим корма значит они делятся на 2 категории большие они делятся мы вообще снимаем в принципе либо мы снимаем научпоп для national geographic да либо мы снимаем арт-проекты для себя два направлений арт-проект это постановочная съемка да все остальное так ну да как получилось научпоп мы обсуждаем с богданой обсуждаем с редакторами пишем питчи значится и нам говорят типа это интересно или не интересно или мы сами решаем что это интересно да или значится мы там опрашиваем знакомых и это там с очевидностью интересно да а с арт-проектами там просто значит я решаю что это прикольно или не прикольно и все ваша выставка подо льдом да то за идея и почему она родилась она родилась осенью на белом море мы вешали и снимали значится картины дениса лотарева они такие довольно таки это подводный художник он рисует свои картины под маслом под водой мы вешали картины обратили внимание на то что они выглядят совершенно по-другому под водой то есть написаны под водой картины выглядят лучше чем они выглядят на суше вот на суше они были ну не знаю обычные обычные нельзя сказать что они плохие они были нормальные хорошие как бы ну вот такого чтобы тебя за сердце хватало инга смотришь картина она открывается тебе этого не было вот под водой это случилось потому что там преломление как-то по-другому преломляется свет свет и возникла идея что фотографии это тоже будут так и возникло ну а дальше развитие значит у нас есть активный проект который мы делаем да на белом море мы снимаем всяких мелких живых существ жизненный цикл который их привязан ко льду это там всякие грибневики медузки там значится там ангелы много-много-много разных это небольшие существа потом небольшие существа там от одного сантиметра до там пять десяти сантиметров до их жизненный цикл привязан ко льду что это значит значит что им для того чтобы там родиться оставить потомство требуется чтобы в какой-то момент был лед не просто холодная вода а именно именно лед потому что на льду там закрепляются там значится водоросли и они потом начинают вырастать это служит значится пищей и цепочка идет да вот у них там годовой цикл да вот он привязан к появлению льда а белое море это самое южное замерзающее море в северном полушарии единственное замерзающее море в европе вот эти изменения климата потепления но чувствуется очень сильно вот мы уезжали с белого моря там всегда вот в это время температура минус 30 а мы уезжали два дня два дня шел дождь и это немыслимо просто она исчезает вот и соответственно как только перестанет замерзать лед все эти значится эндемики да они не вне все эндемики но они как бы там живут да они все исчезнут просто потому что больше не будет льда вы собираете свидетельство их присутствие мы мы эти земля мы до документируем вот значит причем не просто документируем сник он выпустил новый объектив фишай и у него есть возможность макросъемки с увеличением 2 к 1 вот соответственно можно снимать с этим фишаем от этих маленьких живых существ не просто в толще воды на черном фоне а показывать как и где они живут да что вот они вот такие вот зверюшки вот у них там что-то происходит они живут подо льдом там они вот так вот друг с другом взаимодействуют и все такое потому что из-за того что это фишай у него большая глубина резкости да и можно понять что там происходит это видно соответственно возникла такая мысль о том что взять и показать это подо льдом белого моря вывести вот эти фотографии этих живых существ сфотографировать их я понимаю да почему идея вывесить это под водой просто оригинально ну во первых да да хорошо что не стесняйтесь да оригинально это первое в мире подлёдная фото выставка подлёдная под водой были вы под водой конечно были подо льдом нет это новое такое арт пространство да они совершенно по-другому смотрятся фишка вот этой съемки заключается что мы показываем этих живых существ в их естественной среде обитания то есть там на всех фотографиях сверху есть лед да и фотографии висят на небольшой глубине где живут эти живые существа и сверху у них тоже лед то есть лед на фотографиях накладывается на естественный лед который там есть и получается что эти живые существа как будто бы действительно там живут ты всегда понимаешь о чем он говорит вот я имею ввиду вот он приходит с новой идеей и говорит я придумал классную фишку на него смотришь может не выспался человек но убывает да насколько часто насколько он интенсивно фонтанирует такими идеями ну довольно интенсивно небольшая часть бред в основном это хорошие идеи то есть кпд высок до кпд а бред он остается бредом или раман забывает бред забывается а идеи которые мы решаем что они хорошие мы куда-нибудь записываем на кого рассчитана эта выставка собственно кто целевая аудитория ну надеюсь что дайверы в дайв-центре там есть рядом дайв-центр который специализируется на подлёдных погружениях да он единственный в мире дайв-центр специализирующиеся на подлёдных погружить туда со всего мира приезжают дайвер ныряют под лед да и как бы получают удовольствие от этого вот собственно говоря они будут основными посетителями физически этой выставки есть еще видео которое сняла богдана да есть фотографии есть собственно ретесь да который я снял информация об этой выставке как как через пресс-релизы да через видео будет расходиться тоже по людям и хотя они не могут ее посетить физически они хотя бы они узнают они узнают о том что есть такое белое море там под водой вот происходит то-то и то-то живут такие существа вот есть такая-то выставка и в том числе благодаря тебе это произойдет я надеюсь о аллилуйя какой у нас хороший канал вот после того как выставка закончится а закончится она потому что растает лед да да то есть связанные этим все по-честному все как природе да что будет с этими фотографиями потом будешь ли ты и где-то выставлять значит мы ее уже выставляли в сокольниках на дайв-шоу и и посмотрел довольно таки много народу дальнейшая судьба пока неизвестно у нас в принципе есть приглашение в варшаву привести ее на дайверский фестиваль и у дайв-центра который и привечал есть большое желание сделать галерею у себя чтобы там не ныряющие посетители туристического центра этого могли посмотреть что происходит подо льдом вы упомянули о двух типах ваших работ вот одна эта которая вот при природном цикле идет как получится и 1 постановочно каким образом вам удается совершить проект вы же не можете договориться с медузой или с каким-нибудь членисто чем-то там каким-нибудь можем чтобы он проплыл именно в этот момент на этом свету не ну правда ведь как это происходит это решается за счет времени ну то есть когда у тебя много времени ты можешь выбирать нужное тебе как это происходит вот ты приехали вы приехали в какую-то ну положено белая мда ты понимаешь что у тебя там вот этот вот этот голожаберник то еще чего-то там и вот такое вот и ну забиваешься баллонами вы погружаетесь вы же не можете там нет 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 погружаемся это конечная финальная мы взяли нам и думаю мы думаем дать заявил мы берем ученых и спрашиваем типа ученый а что ты знаешь вот об этой штуке он говорит а я знаю то-то 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 описано так то и так то если не знает он берет научные труды читает и рассказывает нам то что нам нужно что здесь она есть бывает вот тогда-то дело дело ведет себя так то ведь делает так то а мы хотим ее снять он нам рассказывать где хотя бы можно встретить и как она реагирует ну не знаю на свет например да если мы со светом приплывем низко кожи цели она не спрячется если она прячется мы думаем как это обойти допустим мы снимаем со вспышками у нас есть один кадр возможность пока она там офигеет и убежит от нас ну вот и все ты так и не рассказал почему так много людей задействовано вот схема понятно вот богдана светит ты фотографируешь это самая простая самая сложная съемка как выглядит самая сложная съемка у нас у нас была ножка с наташкой да на чайке это была самая сложная съемка технологически это выглядело так пилиться две майны и еще дополнительные 2 майны я хотел чтобы наташка летела в подводном лесу летела летел подводным поэтому пилиться 2 майны и подводный лес мы нашли он был настоящий да это карьера лазурный под нижним тагилам там забросили добывали асбест потом забросили деревья выросли на дне этого карьера со временем его затопило и эти деревья ушли под воду из до сих пор стоят вот с иголками сосны оброшенные там лиственные оброшенные какими-то губками они вроде как тоже с листьями то есть это настоящий подводный лес а когда над ним замерзает лед лед голубой он выглядит как небо то есть соответственно если человек летит над этим лесом мы получаем настоящую фотографию летящего человека над лесом это вот на слух воспринимается как тяжелый диагноз я хочу чтобы человек летел по подводному лесу да да ладно что что диагноза роман все люди мечтают летать по подводному лесу они вообще мечтают летать и править про праздник 4 майны 4 майны значит две основные 2 страховочные в основные майны бросается толстая веревка берется человек со скутером с подводным которому привязывается толстая леска толстая леска чтобы не было видно в воде на кадре длиной метров пятьдесят значит соберется наташка который привязывается но она держится на самом деле за эту леску и летит когда скутер едет значится за ним на скутере есть оператор он он соответственно тянет а наташка с обрадом выезжает из кадра наташка летит соответственно в кадре это она и на видео будет лететь и на фото она будет лететь на задержке дыхания без баллонов подо льдом что происходит дальше мы придумали эту концепцию теперь все понятно то есть она спускается по веревке и берет леску леску и ее везет да а здесь на второй веревке она отпускается берется за веревку вот ее на веревках ждут страхующие которые будут давать и подышать а между она не дышит естественно но дальше начинаются вопросы она же без ласт и без баллона а что произойдет например если у нее леска в руке запутается или она оборвется или она оборвется что произойдет она с очевидностью утонет но мы его не хотели она в синическом костюме то есть самостоятельно она доплыть никуда не может кто-то должен ее там на месте спасать и быть достаточно близко чтобы подплыть к ней не оказать и это все в ледяной воде да конечно подо льдом да конечно для тебя конечно плюс 3 пресная теплая до вода соответственно что мы должны сделать мы должны сделать станции просчитать как часто должен быть страхующий который в случае обрыва лески или если у нее какая-то проблема до оперативно в оперативных не успеет а вот теперь идем дальше если у этого человека какая-то проблема кто будет спасать его либо кто его заменит если он будет вынужден а кто сторожит сторожей до страшный раз и поэтому у нас есть важная вещь такая как супервизоры которые следят за тем чтобы у всех все было соответственно вот эти люди они не стоят в одиночку не стоят по двое плюс есть супервизоры которые наблюдают за этим всем и синхронизирует работу и спасают тех кто не может себя спасти плюс должен кто-то снимать плюс кто должен кто-то светить а значится и на должен помогать на поверхности сколько было людей задействовано это съемки 48 всего до всей поверхности но максимальное количество под водой до а под водой сколько бы я не помню 36 мы уже не помним я не ну то есть это мы тогда считали целая подводная армия ради одного кадра одного кадра можно просто для того чтобы понять ценность этого кадра а проще всего понять это в деньгах высчитать сколько стоит вот этот кадр потратили мы много мы делали краунфандинг и истратили на него если я не ошибаюсь что-то около 600 тысяч но кадр стоит намного дороже потому что все эти люди работали бесплатно они работали ради идеи что больше всего привлекает подготовка сам процесс или когда эта фотография сделана где где кайф мне когда сделано уже не интересно потому что она сделана да она но гордится же охота ну как бы живет своей жизнью да ну и приятно что она там кому-то нравится почему твои фотографии любят больше чем какие-то другие в этом секретка в чем потому что мы открываем что-то новое и людям это интересно и важно поэтому их как бы и ценят я так думаю но вообще мы не знаем в общем мы не знаем слушай я об этом честно говоря не думал о чем вы думаете да клёво это просто вот и все блин это прикольно вообще прикинь баба летит значит по подводному лесу прикольно же прикольно какие сложности бывали под водой вот мы говорили о том что это собирается куча людей и у тебя нет морального или какого физического технического никакого права чтобы твой фотоаппарат не включился такой не может быть но эта техника а ты человек будут бить ногами у меня их 3 я иногда забываю снять крышку субъекта под водой и и снять невозможно и тогда что тогда ты просто откладываешь фотоаппарат и беру другой но однажды у меня залетела муха в бокс я не заметил и снимал муху не она там как космонавт внутри батискафе путешествовал вот это вторые смыслы вашей работы и из этого нужно было и снять какой-то арт-хаус что великий фотограф подводный виктор лягушкина пустил муху и в общем то собственно и на этом сняли фильм вообще мысль такая есть она как бы там записано в списке идей что за люди вашей команде это люди которым интересно интересно это все высококвалифицированные дайверы есть ли на которых ты не принимаешь или не принимал не принимаю каким образом идет отбор слушаю на сертификаты нет 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 у нас мир очень маленький точно так же как у вас да как в любой узкой области мир всегда очень маленькие все друг друга знают и есть люди которые могут выполнять там определенную работу да есть люди которые не могут выполнять и сертификаты здесь совершенно ни при чем раз в два дня получаю письма с просьбой взять в экспедицию в качестве там повара грузчика кого угодно да это это все не нужно нужны люди которые могут работать и которым интересно это делать они все известны то есть у вас залетных людей в команде нет и быть не может ну то есть какие-то свежие нет пополнения свежей крови то устаканившийся организм который работает и у нас есть идея сделать то то и то то там то и там то я сейчас условно говорю например там с алексеем молчановым проект на байкале да я знаю дайверов которые могут работать на байкале и живут на байкале везти их из москвы смысла нет я их просто всех знаю я каждому из них напишу и спрошу типа у нас есть такая-то идея мы хотим чтобы было клёво ты с нами или как он там если он свободен да он напишет я с вами или там если он занят он напишет я возьму отпуск вот и все но эти люди известны они они как бы понятны то есть люди у которых там тысячи погружений до которые способны держать внимание быть концентрированы которые не отвлекутся на какую-то рыбку которая проплывает мимо да и их не так много и они все просто известны почему вы сконцентрированы в большей степени на фотографии почему вас не увлекают видео видео или не привлекает видео нас привлекает богдана привлекает это понятно а фотография тебя привлекает нет я вижу фотографии но у меня нет страсти съемки фотографий Вот я и хотел понять, в чем страсть того, что мне Видику, мне телеку, Видику понятно снимать фотографии, но я понимаю, что многие телевизионщики занимаются фотографией. Почему ты остался в рамках одного кадра? Я тебе отвечу честно. Ты знаешь, мне непонятно, как вы снимаете все время горизонтальные кадры. Я бы удавился вообще. То есть это какая-то безысходность. Кадр вертикальный, а ты снимаешь его горизонтально. Почему? Почему? Я не понимаю. Мне кажется, это все-таки разное видение мира. Фотографии, они как и картины. Это моментальный инсайт. Ты посмотрел и получил это впечатление моментально. Она тебя торкнула, ну или не торкнула, если плохо. А видео, оно так же, как и текст, это определенный процесс, путь, которым ты проводишь читателя или зрителя, и в конце он должен получить этот инсайт. Ну или там в процессе, да, он его получает. Определенные впечатления, растянутое во времени, это процесс. Просто разные вещи. И потом зоны мозга отвечают. На самом деле снимать, вот, я не знаю ни одного хорошего... Фотографа. Фотографа, который снимал бы хорошее видео. И наоборот. Это разные зоны мозга вообще. Вот я тебе клянусь. Я теперь узнал секрет великого подводного фотографа Виктора Лягушкина. Он просто не хочет и боится быть плохим подводным оператором. И это вполне достойно. Мои друзья подводные рыбисты очень любят свой вид спорта и говорят, что он уникальный, исключительно потому, что это единственный трехмерный вид спорта, где они могут вращаться как угодно. Скажи, пожалуйста, как ты используешь или возможно ли вообще использовать вот это трехмерное пространство, что ты как фотограф можешь быть и вверх ногами, и боком, и так, и сяк, и наперекосяк. Или это не нужно? Или это можно использовать как-то в композиции? И вообще технологию вот этой съемки ты сам прорабатывал или были какие-то приемы понятные? Мы здесь ходим по земле, а там я плаваю. У меня появляется еще один орган передвижения, который заключается в легких. И я там могу перемещаться как угодно. И я, конечно, там перемещаюсь как угодно. И я даже не понимаю, о чем вопрос, потому что просто, ну вот, ну как если бы ты здесь летал, да? Летаешь и летаешь. Но просто ты же можешь под водой, действительно, ты перевернуться вверх ногами для того, чтобы изобразить лед не с обычной стороны. В смысле снимать снизу вверх? Да. А могу сверху вниз, а могу по горизонтали? Ну да, могу. Ну вот ему непонятно мое непонимание. Я тоже не понимаю. Потому что вы в этом варитесь все время. Я привык, я человек прямоходящий. Да. А вы можете быть и кривоходящий, и криволетящий, и вверх тормашками снимающий. Ну да. Так вот, я и хочу понять, насколько вы часто используете вот эти новые возможности для того, чтобы снимать не так, как в день. Постоянно. Ну то есть новые возможности заключаются в чем? В точке съемки. Я не только снимаю с верхней точки съемки, с нижней тоже снимаю. В жизни ты фотограф? Ты любишь? Нет. Я не фотограф. Я вообще на суше не снимаю. Какой хороший вопрос я придумал, и какой удивительный ответ я получил. Ну разве что в пещере, когда никто не видит? Да. Я пещерный и подводный фотограф. Я на суше не снимаю. Мне неинтересно. Для меня сам все процесс нажатия на кнопку, он сугубо механистический. Да, то есть я понимаю, что это нервный мозг, окончание дает сигнал. Витя, я узнал о тебе много нового, хотя знакомый уже больше 10 лет. Да. Оказывается, ты не любишь снимать на суше, ты не хочешь быть в виде оператором, и вообще ты желаешь жить под водой. Да. Мне остается пожелать, что когда-нибудь технические возможности нашего мира придумали какие-нибудь жабры, чтобы ты мог жить под водой. А Богдана бы приносила нам, как золотая рыбка, на поверхность твои прекрасные фотографии. А мне борщ. А тебе приносила борщ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Виктор Лягушкин, Богдана Ващенко и вся их большая подводная команда, безусловно, очень счастливые люди, потому что занимаются тем, что им прикольно. А мы с вами благодаря этому можем увидеть то, что вряд либо увидели самостоятельно.